Рекламно-информационная программа. — Добрый день, друзья. — Красиво, вы так нарочно придумали. 7 декабря, 7-летие клуба. — Какое-то особое значение придается этой дате, этой цифре. — То есть цифра 7 декабря — это точная цифра, да? То есть вы ее не подогнали под 7-летие? В следующем году не будете 8 лет 8 декабря подогнать? — Сложно ответить на этот вопрос. — А в январе обнулимся. — Давайте договоримся так. Пусть это будет так. — Хорошо. — Что-то особое есть в этой цифре? Или ничего? Нет никакого символизма тут? — Ну, на самом деле, особого символизма нет. Просто для нас очень важно отметить 7-летие действительно достойной площадки, на которой мы работаем уже 7 лет, на которой проводилось огромное количество самых невероятнейших мероприятий. Просто приятно, что такое стечение цифр. В общем-то, на мой взгляд, это интересно. — Готовиться с какого момента еще начали? — Прямо как 6-летие отпраздновали, так и начали, да? — Или как таковой подготовки, в общем-то, нет. Все просто к этому идет, и будет большое шоу. — Да нет, на самом деле, подготовка началась довольно давно. Сама идея того формата, который мы выбрали, появилась, наверное, около двух месяцев назад. Мы решили собрать на одной сцене всех артистов, всех резидентов, если правильно так сказать, кто выступал и выступает на сцене как большого Гауди, так и Гауди-ресторана. То есть все основные коллективы, и в том числе даже будут коллективы, которые были созданы фактически на площадке. И специально для Гауди, например, джаз-вятка Big Band, который, ну, фактически, он родился для фестиваля, который базируется на площадке Гауди. — Это который с Владимиром Наговисиным? — Да, совершенно верно. — Я у него служил. — В оркестре Квату, да. — Служил. — Дирижером военных, да. — Ну да. Вот, и в чем состоит интерес формата? То, что это будет очень большой живой концерт. Именно живой концерт. — Других вроде там и не бывает. — Нет, но бывают же разные мероприятия какие-то там, когда певица просто выходит и поет по цинограмму, например. Ну, имеется в виду под... — Под минусовку. — Под минусовку, конечно, да. — А здесь большое количество настоящих живых коллективов с гитарами, с барабанами. Совершенно разные музыкальные направленности, начиная от джаза, блюза, латино, кавер-группы, конечно же, диджей. — Ну, тоже. — Который джанго. — Тоже такая профессия у нас музыкальная, да. — Ну, передо мной список. Да давайте озвучим, собственно, кто будет выступать с 7-го числа. Кто будет праздновать семилетие. Дозвездка Биг Бенд, собственно, да. А Блокофоции, ну, пока, видимо, еще под вопросом, да. — Ну, я думаю, что все-таки у ребят все получится. — А Блокофоции, на всякий случай, тех, кто знает, это еще и Инфаркт. — Инфаркт, да. — Да, такое более историческое название, да. — Эль Танго, Шейкеры, Попс Бюро, Парки Мини Кирова, Грегорс Бенд. — Диджей Джанго, да, уже упомянули. — То есть довольно-таки такая компания собирается. — Солидная компания, такие довольно сложно проводить. — Ну, плюс еще кавер коллектива «Насколько я владею информацией», «Холодный чай» и «Парки Мини Кирова». — Ну, Парки Мини Кирова, мы его назвали, да. — А, да-да-да, пропустил. — Вот, так что, друзья, приходите, это будет очень-очень грандиозно, на мой взгляд. — Как это продлится, это сколько? Столько команд? — Начало в 19-е. — Начало в 19-е, но такое ощущение, что... — На утро ничего не планируйте, да. — Да-да-да, конечно, стоит взять выходной на пятницу. Вот, если что, мы напишем справку в школу. — Нет, такое ощущение, что коллективов-то много, тут не в 7 вечера, а в 7 утра начинать, собственно, чтобы весь день все продолжалось. — Ну, каждый коллектив представит лучшие свои композиции. — Начнет все группа «Эльтанга». — Правда, мы, наверное, меньше всех из всех остальных коллективов выступали на большой сцене «Гауди», но все же выступали неоднократно, и все-таки мы очень рады, что мы начинаем этот праздник, это очень приятно. Вот это я сейчас говорю как руководитель группы «Эльтанга». — Мы понимаем, руководитель Николай Донецкий «Эльтанга» тоже лучшие композиции «Эльтанга» готовит. — Да, лучшие, и будет премьера новой композиции, которую мы только что написали. Опять же на стихе «Аглая Соловьева» уже третья песня. — Ох, гитару ты не взял с собой в эфир. — Да, к сожалению, и певицу не взял с собой в эфир. — Сегодня не получилось. — Понедельник, что поделаешь? — Понедельник, да. Люди отдыхают со справками из «Гауди». — Сколько композиций-то? — Николай, просто чисто по хронометру, по хронометру, там какое-то определенное время, да? — Ориентировочно 20-25 минут у каждого коллектива будет на свой сет. Ну и, естественно, большой диджей-сет в конце. — 20-25 минут, ну, достаточно, считай, полчаса, пока выйдут, пока зайдут. — Ну да, емкая, очень большая программа, так что это будет интересно. Я думаю, что могут прийти не только любители клубного отдыха, но и любители живой музыки, в первую очередь, конечно. И могут прийти те, кто, возможно, никогда не был в «Гауди». Я думаю, что, ну, наверное, какой-то маленький процент людей существует, которые там никогда не были, поэтому приходите, пожалуйста, посмотрите эту прекрасную площадку, потрясающий свет. — Николай, тут как раз вопрос-то в том, что многие люди, которые не были, как бы они просто небольшие любители клубного отдыха, они как бы не понимают, что «Гауди» — это не совсем и вполне клуб, да? — Ну да, довольно давно уже «Гауди» не работает как клуб. — Ну это традиционный ночной клуб такой, да, то есть вот этого сейчас нет, это раньше было, а сейчас этого нет, да. — «Гауди» уже несколько лет работает как большая концертная площадка, способная вместить более тысячи человек. И вот если говорить о статистике, например, да, я не могу про это не сказать, что сейчас, например, площадка «Гауди» занимает 30% от всех проводимых концертов в городе. — В городе? — Да-да-да, 30% на нашей площадке, да. Это довольно много, но имеется в виду привозные мероприятия. — А считаются по количеству концертов или по количеству, так сказать, посетителей? — По количеству концертов. — По количеству концертов, да? — Да, но вот как мне написал сегодня Иван Жуков, арт-директор «Гауди», что наши амбициозные большие планы — выйти в следующем году на 50%. — Ох! — Ну на самом деле это действительно амбициозные планы, я думаю, что нам это по силам вполне. — Каждый второй артист. — Каждый второй артист в «Гауди», просим «Гауди», да? — Посмотрим. — Кстати, можно пояснить ведь, абы кто в «Гауди» не попадает выступать? — Конечно, естественно. — Есть определенный формат приглашаемых музыкантов. Напомните, пожалуйста, для тех, кто, может быть, не в курсе, что за коллективы. Это скорее даже не формат музыки, а формат популярности исполнителя, потому что мы сейчас не берем проекты местные, допустим, то есть там «День рождения ретанга», «День рождения шейкеров», какие-то там прочие мероприятия, какие-то местные рок-фестивали, что, собственно, тоже проходит в «Гауди» и пользуется успехами, популярностью. Но в основном это такие прям большие-большие звезды. Либо то, что сейчас находится прямо на самом пике своей славы и при этом может уместиться на нашей площадке. Либо это то, что очень сильно любимо людьми. — Немного лет уже их помнят. — Много лет уже помнят, да, и они традиционно уже, собственно, выступают в «Гауди» как раз в клубном таком формате, то есть когда и живое выступление, и диджей-сет, то есть вот это все вместе объединяется, там всяческие легенды 80-х и 90-х и так далее. То есть это тот формат, который очень понятен и интересен публике. Конечно, мы и про эти концерты говорим. Также, слава богу, что возвращаются на нашу площадку рок просто идолы, например, «Моральный кодекс», «Алиса». Это очень здорово, на мой взгляд. Также иногда представляется и более нишевая музыка, то есть что-то из панк-музыки. Но это, опять же, коллективы, которые являются лидерами в этой области. Вот примерно такой из признаков артистов. Конечно, поп-музыка, естественно. — А «Лица» будет в начале февраля выступать в «Гауди», соответственно. А «Моральный кодекс», по-моему, весной, если я не ошибаюсь. — Ну вот я на сайте пока не вижу еще анонсы «Морального кодекса». Анонсы уже есть, да. — Блин, у нас же «Мужской понедельник» композиция «Морального кодекса» начинается. Надо обязательно будет попасть. — Да, я помню, когда я еще не работал в «Гауди», ну, давно, много лет назад, я так жалел, что я не смог посетить концерт «Морального кодекса», вот, и все ждал, когда же он приедет все-таки. — Ну вот видишь, как получилось. — Вот в этот раз, похоже, получилось. — Совпало. — Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Да, у нас в гостях Николай Донецкий, арт-директор ресторана «Гауди», продюсер «Семилетия». Большой грандиозный концерт будет в этот четверг в 19.00 начало. И в возрастное ограничение смотрю 18+, все-таки на взрослую публику, да? — Ну да. — То есть справку для школы не придется писать. — Для начальника. — Для вуза, разве что? — Для вуза, да. — Или для начальника. — Да, я уже непосредственно на работе. Давайте паузу сделаем. Николай Голиков, Владимир Сметанин. Наш гость Николай Донецкий, арт-директор ресторана «Гауди», сопродюсер седьмого дня рождения. Кстати, ведь наша редакция тоже семь лет работает. Вот такое совпадение. — Да, мы чуть-чуть пораньше. — Да, нам тоже. В ноябре было семь лет. — Да, семь лет. — Поздравляем вас. — Спасибо. — Мы скромненько отметим. — У вас такое одно поколение, получается. — У нас такое одно поколение, люди. — Так, мы уже выяснили, да, вот перечислили тех музыкантов, которые будут выступать для каждого 20-25 минут, полчаса, программа, и это все вот нон-стопом, да, будет? Одни отыграли, вышли следующие. — Ну, практически, да. Единственное, что наш ведущий Виктор Николаевич, бессменный ведущий всех, ну, большинства шоу, он обязательно поговорит с каждым из исполнителей, ну, и будут некие интерактивные какие-то моменты. — То есть публики тоже так вот сильно скучать не дадут? — Да, конечно, нет. Конечно, нет. Но это же, вы знаете, это как такой некий калейдоскоп, получится различных музыкальных стилей, я думаю, что, ну, сложно заскучать в такой атмосфере. — Нет, я говорю, на тот момент, пока одни уходят, другие заходят, то есть еще будет человек на сцене, который заставит нас немножко пошевелить мозгами, может быть, да? — Да, кстати, это все будет на большой сцене? — Конечно, конечно, на большой сцене, да. — Такой концерт. Большой концерт только на большой сцене? Может быть, один коллектив на одной большой сцене, второй в ресторане выступает и так далее? — Ну, на самом деле, это все будет происходить на большой сцене, потому что все-таки мы отмечаем семилетие именно большого, большой площадки. — Вот, ресторану у нас исполнится только лишь два года. — А когда? — 2, 3, 4, 5 и, наверное, 6 января. — То есть, начал опять же со 2 января. 2 января — два года, да? Вот они вот так вот делают, да? У них все красиво. Они циферки любят. — Да, ну, кстати, вот здесь действительно 2 января — это действительно первый день, когда в 2000 получается что? — 15 получается. — 16. — А, да, 18. — 18 января 2016 был, собственно, первый концерт, проведенный первый день работы фактически на город, то есть с открытым посещением, так скажем. До этого были, конечно, некие корпоративные мероприятия для того, чтобы отработать все нюансы. Вот, а второго числа... — Ну, все-таки новый формат, конечно, надо же прокатать сначала. — Ну да, конечно. — А второго числа «Эль Танго» вышли на эту сцену, вот, потрясающую сцену. Я больше... Я много где выступал, но больше я нигде не видел такой... — А что там за атмосфера? Поясните для тех, кто не в курсе. — В ресторане? — Да. — Уют. — Мы пытались создать одновременно атмосферу... С точки зрения дизайна, например, и оформления, это атмосфера джаз-клубов 20-30-х годов. Американских джаз-клубов, классических, даже где-то немножко напоминающих кабаре, то есть в формате ярких лампочек, горячих вокруг сцены полукругом. — То есть некие элементы, которые такой вызов тебе, да, какой-то... — Которые создают настроение. Которые создают настроение, и при этом мы постарались сделать, ну, какое-то максимальное отсутствие такого пафоса, что ли. То есть ресторан «Гауди» — это ресторан, в общем, для всех. То есть туда могут прийти студенты, туда могут прийти состоятельные люди, и каждый может выбрать... — Состоятельные студенты. — Да, кстати, тоже есть такая категория. — Да, есть, вот машина-то сколько стоит уже. — Половина студенческих. — И, собственно, каждый человек может себе найти, собственно, и по его пожеланиям, и по его кошельку. То есть есть спецпредложения недорогие, есть довольно элитные блюда и напитки, ну и так далее и тому подобное. И, разумеется, концерты также точно есть какие-то совершенно недорогие, даже бесплатные. То есть довольно много концертов проходит вообще с бесплатным входом. То есть просто приходите и получайте долю своих эмоций за одним прекрасно поужинав или выпив хотя бы чашечку кофе. Почему нет? Вот. А есть концерты, конечно, более емкие по финансам. То есть когда мы приглашаем больших, серьезных звезд. Вот. Ну, например, совсем недавно у нас был совершенно потрясающая личность Грег Коффи Браун. Человек, который выступал со Стингом, с Беликобом, с многими джазменами, с многими совершенно разными музыкантами. Очень было забавно, когда мы сидели днем обедали. А почему-то играла в кафе подборка роковая. Он говорит, о, здорово, говорит, играет Стинг, да, мы с ним работали. А, вот, говорит, играет сейчас Элтен Джон. Я в 74-м году в Нью-Йорке делал ему концерт в клубе. Вот, я, говорит, тогда там работал в клубе. Это он так свободно на русском так рассказывает, да? Нет, он говорит на английском, да. И слегка знает свой родной язык. Он из Ганны, на самом деле. Ну, точнее, нет, он родился в Америке. Темнокожий? Он, да, конечно. А родители у него из Ганны. И вот, ну, он свой язык не очень хорошо знает. Но в итоге он рассказал про очень многие интересные вещи, и мне было невероятно. Просто невероятно сидеть за столом с человеком, который, например, которого пригласили на домашний сейшн группа Rolling Stones после одного из концертов. Квартирник? Квартирник. Квартирник, по-русски говоря. Квартирник. И он прекрасно знаком. Он находится в этой тусовке уже, то есть человеку уже там скоро 70 лет, и он в прекрасной музыкальной форме. Так это поколение, оно все, как ни странно, в прекрасной форме, да? Очень здорово. Какой-то есть, видимо, секрет, наверное. Есть какой-то секрет, да. Какая-то таблетка, да? Да я вчера заглянул на какой-то из музыкальных сайтов, там, где новинки идут, да, я смотрю, батюшки, да что ж такое? Все как будто проснулись один за другим, да? Вот это все живые, здоровые. Все дают новый материал. Слушайте, мы же договаривались устроить сюрприз для наших слушателей, небольшой. Да, точно. Мы же хотим кого-то сегодня определить и отправить в четверг. А давайте сделаем в нетрадиционном варианте, то есть не то, чтобы кто даст ответ на вопрос, вот, а, например, первому дозвонившемуся, как вам такая идея? Ну, просто так дозвониться это неинтересно, пусть кто-нибудь скажет, пусть пожелания, может быть, скажут. Да, давайте какое-нибудь хорошее пожелание Гауди. Творческое задание, в общем. Да, творческое задание. Желательно зарифмованное. Не обязательно. Нет. Не обязательно. Просто чтобы от души было, да? То есть человек позвонит и должен что-то от души такое пожелать клубу Гауди нашей концертной площадки треть. Ух ты, меня удивил, конечно. И ставится задачу на 50%. И на 50%, да. В общем, уважаемые слушатели, задача ясна, 211-101. 211-101, да. Вот сейчас срочно дозвонитесь, поздравьте так с душой. Да. От себя, хорошо, Гауди. И вы станете гостями, да, вот этого прекрасного огромного концерта. Да, и мы вам подарим на двоих, да? То есть вы вдвоем можете пойти. Будем готовы выслушать. 211-101, ждем вашего звонка. А что касается Николая Музыкантов, мы же знаем, что там рождение, например, коллектива, да, состоялось. Расскажите об этом поподробнее. И для музыкантов, насколько открыт еще и ресторан, можно ли людям творческим попасть как можно, чтобы показать именно там своего творчества? Естественно, мы, ресторан Гауди, конечно, как, впрочем, и, наверное, я думаю, что и клуб Гауди, он всегда готов к сотрудничеству с музыкантами и с людьми, которые создают какие-то проекты. То есть, например, мы пригласили игровой формат в ресторан. И теперь он также и происходит в клубе. И, насколько я знаю, в новогоднюю ночь в клубе тоже будет интеллектуальная игра. То есть, ну, это здорово, это сейчас очень популярно. В новогоднюю ночь интеллектуальная игра. Ну, есть такие. Ну, я не спорю просто, да, почему мазохисты. Нет, на самом деле это безумно популярно сейчас. И есть несколько игр, которые находятся, ну, так скажем, в топе по посещаемости. То есть, я не видел ни разу, чтобы у них был не биток в зале. Такого не было просто. Ну, действительно. Это набрало какую-то невероятную популярность. По поводу коллективов, которые образовались фактически в стенах ресторана «Гауди». Это, во-первых, джаз-вятка «Биг Бенд». Благодаря стараниям моего друга Виталия Братухина, он как-то сказал, слушай, Коля, давай, говорит, для джаз-фестиваля, а я, говорит, к тому же уезжаю в Москву, давай сделаем «Биг Бенд». Ну, пусть хотя бы попробуем. Я говорю, давай попробуем договариваться с людьми. Договорился с людьми. Потом в итоге мне пришла мысль, что, ну, а почему бы не сделать этот коллектив на постоянной основе. И, в общем-то, мы сделали основной площадкой для выступлений и зачастую даже для репетиций. Что тоже, знаешь, очень важно для «Биг Бенда». Да-да-да, конечно. Потому что это же в такой комнатке не порепетировать. То есть иметь то место, куда ты можешь прийти и порепетировать без каких-либо проблем, там, затрат и прочего. Вот мы выбрали ресторан «Гауди». Ну, и мне безумно приятно, что далеко не каждый в стране, допустим, ресторан или джаз-клуб может похвастаться тем, что у него, собственно, есть в активах «Биг Бенд». Да не каждый город может похвастаться тем, что в этом городе есть «Биг Бенд» джазовый. Далеко не каждый город. Будем слушать, да? Давайте послушаем. Поздравления, слова в адрес «Гауди». Алло, добрый день, вы в эфире? Добрый день. Добрый, как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Татьяна, ну, пожалуйста, поздравляйте. Вот Николай перед вами. Николай, как арт-директор ресторана «Гауди», будет определять, достойно ваше выступление будет того, чтобы вам вручить пригласительные, либо что-то еще будем дожимать вас просить. Николай, я желаю вам творческого долголетия и новых песен, новых, вернее, исполнителей. Новых исполнителей? Исполнителей, да, да, да. То есть старые вас уже не устраивают? Нет, почему? Как раз меня не устраивают старые. Мне хочется, чтобы новые исполнители пели новые песни, не повторяли то, что идет, ну, по центральным каналам, с учетом или своем. Но еще у меня есть одно очень маленькое дополнение. Если вот, поскольку я очень с этой близко отношусь к творчеству нашего местного рок-музыканта Ильи Чиринова, это Мабуш, вот, и я бы хотела, чтобы музыканты, у него были 400 песен написаны, но они все в таком авторском большей исполнении. Вот кто-нибудь начал подхватывать эти песни? У него есть сайт «Интернет-памятник». Я думаю, оставьте адрес сайта, на котором есть информация про этого музыканта, нашему редактору. Да, да, да. Да, пожалуйста, пообщайтесь с нашим редактором еще. Анна, да, вы обязательно попадаете на празднование семилетия Гауди в этот четверг, 19.00. Сейчас, пожалуйста, пообщайтесь с редактором, оставьте свои координаты, да, как вас зовут. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. В середину часа у нас рекламу нужно выдать. Мы скоро продолжим. Николай Донецкий в вашей студии, арт-директор ресторана Гауди, сопродюсер празднования семилетия Гауди. Праздноваться, еще раз повторюсь, будет в этот четверг, 7 декабря, 7 лет, в 19.00. Да, вот так все символично. 18 плюс в 19.00, седьмого семилетия вообще. Николай, наверное, не каждый музыкант, наверное, не каждый коллектив все-таки может попасть на сцену ресторана. Ну, как бы в круг ваших интересов, хотя бы вот так сказать, чтобы о нем знали. Можно говорить о каком-то формате заведения требований? Как и про клуб, про ресторан, я бы не хотел говорить, что мы ограничиваем формат музыки, потому что у нас выступает, например, группа Попс Бюро. Фактически, ну, не знаю, так это или не так, но, по-моему, это так, то, что, собственно, воссоединение группы Попс Бюро произошло после квартирника с Донецким, которую мы как-то организовали. Ну, эта группа за свою историю много раз распадалась, воссоединялась, меняла состав, меняла название. Ну, как можно позиционировать там Попс Бюро? Такая хулиганная... Ну, она всегда была хулиганская, попсовая группа. Попсова, это определенное значение в 80-е годы, а сейчас туда уже не нашло. Но все же это рок. Это рок музыка, естественно. Причем это исключительно качественный коллектив, который обладает своим лицом. Вот я бы сказал про то, что мы готовы видеть на сцене ресторана те коллективы, которые обладают своим лицом, то есть у которых есть свое лицо, есть какая-то своя музыка. Пусть это будет не авторская своя музыка, пусть это будет либо кавер-версии, да, либо какое-то свое... Ну, каверы тоже можно совершенно по-разному уже делать. Ну да, естественно. Эль Танго тоже в каком-то роде кавер-группа, да, зачастую. Хотя мы и пишем авторскую музыку. Ну, сейчас смотри, сколько альбомов появляется с каверами, где в совершенно неожиданных стилях трактуются вещи, это хорошо известная, там, условно, там, ну, вспомни даже старую историю с Босановой и Роллинг Стоунс, да. То есть совершенно как бы несовместимые вещи получаются. А вообще сейчас, по-моему, ну, не сейчас, а уже давненько, так, наверное, вот как-то кавер-движение, оно прямо вот на волне, на пике, оно востребовано, да, люди хотят это слышать. Ну, опять же, кавер-кавером рознь, то есть вот как таковые кавер-группы, я ничего не хочу, не дай бог сказать про них плохого, нет, это классные ребята, они делают хорошее дело, действительно, они занимаются развлечением публики. Это прекрасно, это нужно и это важно. И это хорошо, что диск Жакея на мероприятиях сменили все-таки живые музыканты, все возвращается на круги своя, как говорится. Ну, как мне кажется, так должно быть. Так должно быть, это правильно. Но на сцене ресторана мы, как правило, не делаем концерты кавер-группам. Конечно, они выступают на корпоративах, которые проводятся в ресторане, это бывает довольно часто, это нормально. Но как концертная программа с продажей билетов, со всей вот этой историей промоушена, нет, мы этим фактически не занимаемся. Единственное, что совсем недавно, буквально вчера прошла премьера коллектива, который исполняет исключительно кавер-версии песен, но это, опять же, интересное творческое прочтение в джазовом варианте, это Эбби Ка-квартет. Это вокальный квартет, четыре замечательные, прекрасные девушки. То есть женский квартет такой, да? Женский квартет, да. Вот, они нашли себе музыкантов, прославленную кировскую группу Jazz Mansart. И вот вчера при полнейшем аншлаге прошла премьера программы USA, VS, USS, но мы говорили немножко об этом перед началом программы, да. Музыка 60-х годов в исполнении вокального квартета и джазового ансамбля, ну, по-моему, это было потрясающе совершенно. И вот... Это музыка 60-х годов как советская, так и американская твоей эпохи, да? Да, да, совершенно, совершенно. Да, это золотое время просто. И к такой еще интерпретации четыре девчонки, да? Да, да, да. Все безумно сценично выглядит, особенно на нашей сцене с хорошим цветом. Нет, ну, смотрите, вот вы говорите, появился совершенно новый коллектив, они вот появились как, то есть откуда вы о них узнали? С организатором этого коллектива, с Еленой Хачатарян, мы вместе учились, и как-то она подошла, говорит, Коль, будет ли интересно, как ты думаешь, будет ли интересен городу такой проект, вокальный квартет? Я говорю, а ничего подобного близко нет. Есть, да, есть хоровей какие-то. Коллективы, но, как правило, это лежит вне, вне, как бы, компетенции шоу-бизнеса, да? То есть это скорее, либо это высокое искусство, либо это какое-то народное творчество, да? Художественная самодеятельность, как раньше говорили, да. В хорошем смысле этого слова, скажем. Вот, а вот тот коллектив, который можно анонсировать и выложить билеты, и эти билеты купят, вот такого коллектива вокального нет у нас, к сожалению. Может быть, конечно... Ну, он появился. Ну, да, в итоге он появился. Да, я сейчас как-то просто задумался, нет ли у нас такого коллектива. Нет, все-таки, наверное, есть. Ну, может, кто знает, позвоните, может, опровергните слова. Да, 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 да. Ни в коем случае не хотел никого обидеть. Но, по крайней мере, мы рады, что премьера прошла, опять же, на нашей площадке, и мы всегда готовы и дали работать с этим коллективом. То есть, в принципе, если у человека появился какой-то интересный музыкальный проект, он просто может выйти на связь с тобой? Да, разумеется, я готов рассмотреть любые варианты сотрудничества, любые интересные проекты, потому что иногда мне кто-то подкидывает интересные идеи, и я безумно благодарен за это. Это заставляет двигаться вперед, и ресторан, и вообще музыкальную культуру в Кирове. В общем, давайте, творите, друзья, творите, обращайтесь, я всегда буду готов помочь. Чтобы, пожалуй, наши слушательницы выполнить, чтобы Бога не появлялась. Слушайте, а на мой взгляд, это ведь вообще уникальное такое явление. Почему, Николай Донецкий, почему огромное количество молодых вот сейчас музыкантов, ребят, девчат, вот их именно интересует вот эта музыка такая, ну, которая уже проверенная временем, да, вот те же 60-е годы, да, американское, советское творчество музыкальное. Это как шутит один. Это что, усталость вот от этого, извините, дерьма, которое мы слышим, вот современная поп-музыка, там, русскоязычная в том числе. Как сейчас модно говорить, да, антихайп, да. Антихайп, да. Почему именно это сейчас так популярно и востребовано? Как и музыкантам это интересно, так и публике. Потому что в течение очень многих лет активно пропагандировалась исключительно музыка как исключительно средство для заработка. То есть была поп-индустрия, исключительно поп-индустрия. И, наверное, она сейчас и остается, и будет, и она нужна. Это прекрасная штука, которая позволяет нам не сильно задумываться и просто получать удовольствие. Вот. Но приходит понимание с увеличением музыкальной образованности, приходит понимание того, что есть некое разграничение между настоящей музыкой и коммерческой музыкой. Причем настоящая музыка, она тоже может быть коммерческой. Можешь, конечно. Вполне. И коммерческая точно так же может быть настоящей, безусловно. Все зависит от того, кто это, собственно, лепит, кто архитектор этого всего. Ну, я вообще наблюдаю, что вроде бы начинает как-то общими усилиями вот этой джазовой тусовки города, она начинает обрастать и разрастаться. Разрастаться. Мы имеем возможность общения с джазменами из других городов. У нас есть фестиваль джазовый, даже не один. Вот. Как-то все вроде движется в правильном векторе, на мой взгляд. Появился биг-бенд, который тоже... Я никогда не думал, что у нас есть столько музыкантов, способных вообще играть. То есть, когда я не сталкивался, это в большей части люди старшего поколения. Способных играть в смысле? Способных играть джаз. А, джаз. Да, способных играть джаз. Оказалось, что действительно у нас есть люди, просто нужно их поставить в определенное время в нужном месте, собрать... Собрать нужно, да. Дать возможность отрепетировать где-то, чтобы выйти на сцену. Поставить отлично руководителя и человека, который направил бы их в нужном русле. И, оказывается, все есть. Вятка всегда славилась своими духовиками. Так что у нас же было прекрасное музыкальное училище, которое... В момент этой картины мне вспомнилось, мы из джаза, да. Какую там фразу репетировал саксофонист? Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ми фами до сей для соль. Вот так. Тут же нужна импровизация. Так ты мне... Что ты мне сразу-то не сказал, что нужна импровизация? А ну-ка, давай. Да. Но тут, видишь, есть такая старая шутка писательская. Талантам нужно помогать. Бездарности пробьются сами. Поэтому это очень хорошо, что... Все верно. Вот есть вот это движение, когда поддержка вот людей, которые хотят сделать что-то интересное. — У нас огромное количество коллективов, которые будут выступать на семилетии Гауди, у которых есть свой стиль, свой звук, свой образ. Эль-Танго принадлежит к их числу, безусловно. Вы, вернее, уже много лет существуете, а вот сейчас новые коллективы, есть предпосылки для создания новых коллективов? Создаются ли они вообще тоже, у которых будет свой стайл? — Я думаю, что этот процесс-то такой безусловочный, мне кажется. — Да, новые коллективы образуются постоянно. Просто не все коллективы могут как-то позволить себе, найти в себе силы жить долго, как коллектив. Например, мне очень нравится, как сейчас развивается коллектив «Вятка Дикси Лэнд», который, кстати, тоже примет небольшое участие в семилетии. Ох, я, наверное, раскрыл то, что нельзя было раскрывать. — Надо было запикать, мы не успели сказать. — Не суть, важно. Это очень талантливые молодые ребята. — И очень веселые. — Крайне веселые. — Крайне веселые. — Крайне веселые — это уже безбашенный такой. — Ну немножко, да, и там есть элемент безбашенности, но это «Дикси Лэнд», он другим не может быть. — Совсем недавно я присутствовал на их концерте, и они представили уже вокальную свою программу, то есть они начали петь, не только играть «Дикси», но начали петь песни. — Они кого-то позвали петь или сами начали? — Один из участников стал петь, да. — То есть вдруг прорезался голос. — Ясно. — Да, но это... — Ну это интересно. — Ну прямо здорово, я не знаю. Я находился в ресторане в этот момент, и я чувствовал, что меня охватывает какая-то радость просто. — Тут вы как разверзлись облака. — Нет, но это... — Команда классная, оптимистичная, очень талантливая, профессиональная. Все очень классно. — Так что если увидите на афишах «Вятка Тикси Лэнд», приходите, будет весело. Это 100%. Как сказал мой приятель, контрабасист из Екатеринбурга, джаз, проверенный Лениным. Но джаз, проверенный временем. У них просто есть такой проект, джаз, проверенный временем. Вот, джаз, проверенный Лениным. — Ну всегда, кстати, там же был всегда уральский дикселент. Уже несколько было в Советском Союзе, да? Да, да, да. — Паршинальных именно, хороших, отличных коллективов. — Классный коллектив, да. Очень хороший. Так что... — Все вроде происходит, Владимир. Мы спокойно за нашу, как это сказать... — За нашу музыкальную отрасль. — Музыкальную отрасль, да. Давайте будем завершать на этом нашу беседу. Еще раз приглашаем, да, Николай? Приглашайте. Вы же... — Друзья, 7 декабря, 7-летие Гауди, с 19 часов, 18+, приходите. Будет уникальный большой живой концерт всех резидентов. Эль Танго, Шейкеры, Грегорс Бэнд, Блокоходцы. Они же «Инфаркт», «Попсбюро», «Парк имени Кирова», «Холодный чай», «Закончит вечер» диджей Джанго. Ведущий Виктор Николаевич будет большая, хорошая программа, полностью живая. Так что приходите, будет классно. — Четверг, 19.00. И, кстати, «Резидентам» тоже напоминаем. Вдруг забудут. — Уважаемые «Резиденты». Не забывайте, что вы выступаете на «Семиликсе Гауди». — Такой фильм, брат, если забудет. — Это «Судьба резидента» называется. — Да-да-да. — Так что они не забудут. — Нет, они не забудут. У них будут репетиции, так что... — Спасибо, Николай Донецкий, арт-директор ресторана «Гауди» и сопродюсер грядущего мероприятия. На этом завершается сегодня «Мужской понедельник». Николай Голиков. — Владимир Сметанин. — Всего доброго. — Всего доброго. — Субтитры создавал DimaTorzok